Здравствуйте! Настало время позаботиться о себе любимых. В эфире программа «Будьте здоровы». Меня зовут Елена Вондаренко. Каждую неделю мы с вами обсуждаем новости медицины, говорим о лечении и профилактике различных заболеваний. Наша программа выходит в прямом эфире, и вы можете задавать интересующие вас вопросы гостям в студии. И вот, что мы покажем сегодня в программе. Доступная диагностика. В Тюмени теперь можно попасть на один из видов биопсии по двум адресам. Дышать легко. Народная медицина знает не один рецепт для здоровья легких. А что скажет доктор? Включайте телевизор погромче, переспрашивайте собеседника. Возможно, пришло время проверить слух. Объясним, где и что можно сделать по полису. Вы вернулись из отпуска и тут же слеглись температуры и кашлем. Или вроде бы переболели, но кашель продолжается уже длительное время. Куда обращаться и как поддержать здоровье органов дыхания? Мы поговорим через несколько минут в студии с Ольгой Соловьевой, врачом-пульмонологом, первой категории консультативно-диагностической поликлиники имени Нигинского. Если у вас есть вопросы по теме нашей беседы, их можно будет задать нашему гостю по телефону прямого эфира. А пока о том, где в Тюмени стала доступна одна из наиболее востребованных диагностических процедур. Регистратура утро. Обычно здесь людно. Услуг, за которыми обращаются пациенты, много. Одна из наиболее востребованных – тонкоигольная аспирационная биопсия. Каждый день сюда, в Центр Эндос, за ней обращаются несколько десятков человек. Все, ручкой едем, встаем. Немножко в пятерочке посидеть. Хирург Алексей Преферанцев говорит, раньше работали только на улице Широтной. Теперь по вторникам и четвергам он ходит сюда, в филиал на Мельникайте. Здесь уже ждут пациента. Мы работаем два раза в неделю, в вторник и в четверг. То есть в день где-то человек около 20 проходит. Процедура в принципе не сложная. Она нужна для установления диагноза. Это раз. А самое основное – это исключение опухоли. Исключение опухоли. Читовидной железы. Валентина Козлова – одна из 20 пациентов, которых врач принял за утро. Долго ждать не пришлось. Недолго. Я сейчас пришла, даже 5 минут не посидела. Очень быстро. Первый раз пришла тоже быстро. Врачи хорошие, вежливые. Так что все нормально. При проведении тонкоигольной аспирационной биопсии используется ультразвуковой контроль для большей точности. С помощью аппарата УЗИ материал для исследований берется из нужного участка и с минимальной травматичностью для пациента. Раньше такая возможность была только на Широтной 99 и были значительные очередности у пациентов при прохождении данной процедурки. Сейчас возможность у нас расширилась. То есть пункционная биопсия проходит на двух базах – на Широтной и на Мельникайте. От очереди в филиале центра на улице Широтной удалось избавиться. За первые дни работы на новом месте биопсию прошли больше сотни пациентов. Алексей Козлов и Евгений Проскуряков. Тюменское время. Обычно мы дышим и не задумываемся об этом действии. А между тем, при любом изменении окружающей атмосферы, наш организм сразу же вспоминает об этой функции данной природы. Происходит это благодаря легким, через которые мы получаем кислород. Ежедневно человек делает в среднем 23 тысячи вдохов и выдохов. Еще один важный факт – белок является защитой для легких. Если мы употребляем много алкоголя, то спирт разрушает этих охранников. На ткани легких нет никаких рецепторов. Именно поэтому мы не можем почувствовать там ни боли, никаких либо других ощущений. Если вы замечаете покалывание в месте, где расположено легкое, значит с его оболочкой что-то не так и стоит немедленно показаться специалисту. Дыхание – это жизнь, и к этому утверждению сложно что-либо добавить. Ведь с потребностью организма в кислороде не сравнится даже потребность в воде и пище. А заболевания органов дыхания достаточно многообразны. О том, как поддержать здоровье легких, будем говорить прямо сейчас. Напомню, мы работаем в прямом эфире, у вас есть возможность задавать вопросы доктору по телефону. Ольга Георгиевна, здравствуйте. Ольга Георгиевна, мы знаем, что при любых недугах, в общем-то, первая инстанция для заболевшего, для пациентов, для нас – это врач-терапевт, участковый терапевт. Но часто так бывает, что либо состояние человека какое-то беспокоит, навязчивое, либо просто заболевание какое-то находится уже в той стадии, что требуется консультация какого-то другого специалиста. Но вот врач-пульмонолог, может быть, не все знают, чем вы занимаетесь действительно, что лечит врач-пульмонолог? Врач-пульмонолог лечит и диагностирует заболевание органов дыхания. Проблема болезни органов дыхания в Российской Федерации очень актуальна. Поэтому усилия врача-пульмонолога должны быть направлены на раннюю диагностику заболевания, на предотвращение обострения заболевания и, конечно же, на своевременное адекватное лечение данного заболевания у пациента. Вот насколько я понимаю, Георгиевна, к вам можно обратиться минуя как раз участкового терапевта напрямую. Вот с какими симптомами можно обратиться к врачу-пульмонологу? Какие симптомы должны насторожить человека и сигнализировать уже о том, что чем-то надо торопиться? Симптомы со стороны дыхательной системы могут самые разнообразные. Но самый частый симптом, конечно, кашель. Конечно, кашель. Кашлевые рецепторы находятся на уровне верхних и средних дыхательных путей, воздухоносных путей. Именно на слизистой оболочке кашлевые рецепторы находятся именно на уровне крупных и средних бронхов. Кашель может быть при разных заболеваниях. Не обязательно при поражении легочной системы. Это может быть и заболевание желудка. Это могут быть и сердечные проблемы. Поэтому кашель – это симптом не только характерный для заболеваний органов дыхания. Хорошо, но все-таки. Я думаю, что мы об этом поговорим чуть попозже и диагностику в том числе обсудим. Ольга Георгиевна, я хочу сейчас озвучить те мнения, которые бытуют по поводу нашей сегодняшней беседы. И насколько они справедливы, я думаю, что вы нам уже и подскажете. Например, надежный способ профилактики пневмонии – это вакцинация. Это правда? Да, действительно. Вакцинация является единственным эффективным методом специфической профилактики пневмонии. Реально этот метод себя зарекомендовал с высокой эффективностью, потому что вакцинация воздействует на Т-клеточное звено иммунитета и обеспечивает стойкий продолжительный иммунитет пациента. Замечательно. Может быть, кто-то, кстати, этого и не знал. Еще одно мнение. Приступы астмы могут провоцироваться сильными эмоциями и стрессовыми ситуациями. Здесь мнения разные существуют, но обычно клиника средорозного дыхания после психоэмоциональных напряжений или стрессов каких-то – это больше патология дисфункции голосовых связок. И чаще всего дисфункция голосовых связок бывает у пациентов с бронхиальной астмой. Ясно. Тут, в общем, получается такой клубочек. Клубочек, да. Хорошо. Ну, наконец, кашель. Он хорошо лечится антибиотикой. Причина кашля может быть разная. Это не банальный трахеид и бронхит. Это может быть рефлюксная болезнь желудка. Опять же, мы возвращаемся к той же самой теме. Это может быть и сердечная недостаточность. Бывает гипервентиляционный синдром на фоне грудного остеохондроза. То есть, Ольга Георгиевна, какой вывод можно сделать? Не нужно, в общем-то, с тобой ставить эксперименты. Обращайтесь к специалистам. Конечно. В каждой ситуации очень индивидуальный поход. Хорошо. В зависимости от того, какие жалобы рассказывает пациент. И уже на основании этого нужно дообследовать пациента и выявить патологию, которая его беспокоит. Вот давайте как раз вот про дообследование. Я знаю, что у вас выделяется достаточное время на прием. Еще раз хочу напомнить, что не обязательно через терапевта. Можно напрямую попасть к врачу-пульмонологу и... Напрямую можно попасть к врачу-пульмонологу, записавшись через регистратуру поликлиники имени Евгения Моисеевича Нигинского. Мой прием длится в течение 40 минут. 40 минут? 40 минут. С каждым пациентом я занимаюсь индивидуально. Поликлиника имеет возможность проведения высокотехнологичного дообследования. Ну, например, такое дообследование, как компьютерная томография органов грудной полости, спирометрия, с пробой бронхолитиков для выявления обратимости бронхообструкции. Очень высококачественная лаборатория в поликлинике Нигинского. Поэтому, конечно, мы прикладываем все усилия, я как врач-пульмонолог, совместно с коллегами для выявления патологии у данного пациента, который ко мне пришел на прием. Ольга Георгиевна, ну, как вы понимаете, народная медицина тоже дает свои советы и рекомендации, в том числе и предлагает рецепты для здоровья легких. Давайте посмотрим. Чтоб не пил, не курил, эту песню впору исполнять не только девушкам, мечтающим об идеальном мужчине, но и нашим легким. Самым верным способом сохранить их здоровыми является отказ от вредных привычек. А еще включать в рацион правильную еду. В первую очередь обратите внимание на овощи и фрукты оранжевого цвета, темно-зеленые и насыщенно-желтые растительные продукты. К примеру, морковь, содержащая бета-каротин, будет прекрасно питать и укреплять легочную ткань. Шиповник и цитрусовые, богатые витамином С, повышают защитные силы организма в борьбе с патогенными бактериями. Капуста брокколи лучше поставщик растительных белков. Она просто необходима для создания клеток легочной ткани. Свекла благотворно сказывается на дренажных свойствах бронхов и активизирует газообмен. В зеленых листовых овощах много магния, отвечающего за стабильную работу легких. Чеснок же является универсальным средством для лечения разных заболеваний и способен справиться со многими проблемами. Кстати, недавние исследования показали, что регулярное употребление свежего чеснока улучшает течение бронхиальной астмы и на 40%, снижает риск развития рака легких даже у курильщиков. Интересно, что вещество бромелайн, которое содержится в ананасе, способно бороться с туберкулезной палочкой, но при одном условии, что ананас вы будете употреблять свежим, а не в консервированном виде. Ключевые ингредиенты индийской кухни имбирь и куркума – мощнейшие природные антибиотики и антисептики. Они очищают легкие от загрязнения и даже способны уничтожать раковые клетки. Ольга Георгиевна, как Вы относитесь к подобным рецептам и рекомендуете ли своим пациентам? Мне понравилась первая фраза, которая рассказала эта прекрасная девушка о том, что вредные привычки в первую очередь… В первую очередь исключаются. Да, в первую очередь вредные привычки запускают заболевания легких. Конечно же, речь идет о курении. Курение – это самая главная длительно действующая заноза, которая существует годами, десятилетиями. Кому как повезет на протяжении жизни пациента с бронхолегочной патологией. Конечно же, вовремя отказаться от вредной привычки – это уже половинный путь к лечению. А вообще с чем к Вам обращаются? С какими патологиями? Обращаются с самыми разнообразными патологиями. Начиная от бронхита и вплоть до подозрений на онкологические заболевания, подозрения на специфические процессы другие, такие как туберкулез. То есть и с острыми, и с хроническими заболеваниями можно к Вам обратиться? И с наследственными заболеваниями органов дыхания тоже обращаются. И, конечно же, с врожденными, приобретенными патологиями. Поэтому самые разнообразные заболевания, их около 99 в разделе международной классификации болезней 10-го пересмотра. Ольга Юрьевна, мы обязательно продолжим, но чуть-чуть попозже. Готовьте свои вопросы доктору, вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ольга Юрьевна, какие доступны методы лечения? Помимо медикаментозного, давайте сначала об этом. Есть ли у Вас, например, возможность пройти курс физиотерапии? Да, конечно. На базе поликлиники Нигинского можно пройти физиолечение, которое подразумевает УВЧ-терапию, то есть терапию токами ультравысокой частоты, которая обладает выраженным противовоспалительным действием, противоотечным действием. И показывает, например, в острый период течение такого заболевания, как пневмония. В дальнейшем можно применять и электрофорез, и магнитотерапию, и, конечно же, ингаляционную терапию. Если на это есть клиника бронхита с бронхообструктивным синдромом или просто с бронхитическим синдромом, у нас это активно используется. И на стационар, я знаю, у Вас работает? Да, у нас есть дневной стационар, и пациенты с заболеваниями легких могут проходить лечение на базе дневного стационара. Если же речь идет о воспалительных процессах легких, это подразумевает введение внутримышечных инъекций антибиотиков, а также настолько сейчас прекрасные препараты, которые назначаются в таблетированных формах антибиотики, и что они даже в какой-то степени заменяют внутривенное введение антибактериальных препаратов. На базе дневного стационара комплексное лечение, и антибактериальное, и ингаляционное можно провести. Очень удобно. Я предлагаю посмотреть сейчас, что отвечали тюменцы на вопрос, как укрепить здоровье легких и оценить их знания. Ну, во-первых, нужно делать зарядку. Это перво-наперво. А во-вторых, ну, ходить, гулять, наверное, заниматься пробежками. Объем легких будет увеличиваться. Почаще надо ходить пачком и заниматься физкультурой. Ну, еще надо любого побольше заниматься. Вести здоровый образ жизни, заниматься кардионагрузками, чаще гулять на свежем воздухе. Не курить надо, заниматься спортом. Вот и все. Здоровье легких. Бегать, наверное, почаще, плавать. Дыхание будет лучше. Надо заниматься спортом, быстрой ходьбой. Кровопрощение будет, дышать, не курить, не пить. А вот это особенно. Не курить и не пить. Как оцените знания? Особенно мне понравилось высказывание мужчины, который сказал, не нужно курить, не нужно заниматься спортом. Это самая актуальная рекомендация, которая необходима для пациентов с бронхолегочной патологией. И даже для здоровых людей. Конечно. Ольга Георгина, вообще кто находится в группе рисков, помимо курильщиков? Может быть, в силу родозанятий? Может быть, в силу наследственности своей? Кому, может быть, даже с целью профилактики стоит посетить врача-польпополога? Ну, во-первых, это пациенты, которые имеют хронические заболевания. Это не только заболевания органов дыхания. Это и сердечно-сосудистые заболевания. Это пациенты с перенесенными инфарктами, с ишемической болезнью сердца. Это пациенты с артериальной гипертонией. Это пациенты, которые имеют заболевание желудочно-кишечного тракта. Это пациенты, которые имеют в анамлезе онкозаболевания. Пациенты, которые перенесли туберкулез. То есть вы готовы всех принять. Я думаю, что стоит напомнить еще и телефон регистратуры, по которому можно записаться к вам на прием. Да, конечно. Телефон регистратуры 390202. Ну и какие-то, может быть, пожелания будут у вас нашим зрителям? Пожелания в следующем, в общем-то, оно перекликается с теми, то, что мы сейчас слышали. Конечно же, за здоровьем нужно своим следить. В первую очередь, исключение вредных привычек. Те люди, которые курят, пожалуйста, перестаньте курить, потому что иначе ни к чему хорошему это не приведет. И прислушивайтесь к советам и дружите со своим врачом. Спасибо вам большое, Ольга Георгиевна, за то, что пришли к нам сегодня в студию. Здоровья вам хочется пожелать, ну и вашим пациентам. Спасибо, спасибо, спасибо. Для укрепления дыхательной системы существует целый комплекс специальных упражнений. Каждый день, утром или вечером нужно выполнять хотя бы некоторые из них, и результат не заставит себя ждать. Вот самые простые. Медленно вдохните до упора, после на несколько секунд задержите дыхание. Потом весь накопленный воздух нужно выпускать короткими, но сильными толчками, сложив губы трубочкой. При выполнении этого упражнения важно следить, чтобы щеки не надувались. Для выполнения следующего нужно вновь глубоко вдохнуть и ненадолго перестать дышать. После этого весь воздух нужно выпустить через рот, при этом произнеся что-то вроде короткого и отрывистого «Ха» или долгого протяжного «Аум». Потом повторить первое упражнение, а время, которое вы уделите дыхательной гимнастике, подберите для себя сами, ориентируясь на собственные потребности и количество свободного времени. Программа «Будьте здоровы» на связи с вами почти во всех социальных сетях. А это значит в постоянном доступе круглые сутки. Можно задать любой вопрос, а наши корреспонденты в подробностях разберутся. Присылайте их по адресу в Тюмени, проезд геологоразведчиков, 28А. А сегодня расскажем о том, где и как можно обследовать органы слуха. Меня слышно? А сейчас слышно? А так погромче? Итак, сегодня мы решили проверить слух. Сделать это можно даже с помощью гаджетов. Сегодня существуют специальные приложения, которые основаны на том, что подается звук разной частоты. И таким образом оценивается чувствительность. Но подобное исследование может помочь только на первых порах, поэтому мы будем более консервативны и отправимся, как положено, в поликлинику. К лор-врачу с жалобами на уши пациенты обращаются ежедневно. Чаще это пенсионеры или работающие на заводах и в авиации. Но в последнее время участились случаи снижения слуха у молодых людей. Окружающий шум, тихо и спокойная улица, допустим, в воскресенье 60 дБ. Чтобы его перекрыть, они, соответственно, прибавляют музыку в наушниках. А производственный фактор и вообще вредный шум – это уже свыше 90 дБ. Итак, первым делом понадобится отоскопия, выявление серных пробок инородных тел или воспаление внутри. Кстати, попасть на прием к лор-врачу можно, минуя участкового терапевта. В шестой поликлинике запись за 2-3 дня. Кроме осмотра доктор проверит и слуховую чувствительность. Когда вы услышите звуковой сигнал, вы мне сообщите о том, что вы его слышите. Но такая аудиометрия – обследование упрощенное и позволяет лишь заподозрить снижение слуха. Дальше, если понадобится, пациента направят в сурдологический центр. Мы оформляем направление. Поликлиника сама его записывает по наличию свободных мест, которые выделяют. И это все бесплатное обследование. Причина нарушения слуха помогает выявить и видеодиагностика. Эндоскопическая аппаратура есть в больнице «Нефтяник». Под многократным увеличением врач может обнаружить внутри даже малейшие изменения. Визуализируем барабанную перепонку, наружный слуховой проход, среднее ухо, если просвечивает и нормальная физиология барабанная перепонка, и все отклонения от нормы. Если внешний орган слуха здоров, приступают к тесту с помощью камертона. При вибрации он излучает звук низких тонов. Его и улавливает пациент при касании или на расстоянии. Так проверяется слуховая или костная проводимость. Слышите? Слышу. Сильнее. А это уже более детальное обследование. Тональная пороговая аудиометрия. По сути, принцип похожий, только звук подается через наушники. И его вариантов десятки. Частота от 125 до 8 тысяч герц. Уровень от 5 до 35 дБ. Компьютер считывает показания и сам выстраивает график чувствительности каждого уха. Врачу остается только поставить диагноз. Проводится у пациентов со снижением слуха или у пациентов после 50 лет для проверки своего слуха. Первые симптомы, которые могут насторожить шум или зуд в ушах, необходимость переспрашивать собеседника, невозможность разобрать шепотную речь. По статистике снижением слуха страдает каждый десятый. Юлия Сауляк, Андрей Захаров, Тюменское время. Как себя чувствуют ваши суставы? Побаливают, поскрипывают, гнуться тяжело? А может, еще и на перемену погоды ноют? Если хотя бы одно предположение совпало, значит, пора позаботиться об их здоровье. Для этого достаточно заняться суставной гимнастикой. Необходима она и крепкому человеку без проблем в качестве профилактики. Всем привет! Это рубрика «Спорт на здоровье». Я, Айгуль Рахматулина, сегодня расскажу, что такое суставная гимнастика. Это упражнение для ваших мышц и суставов. Существует несколько методик – Бубновского, Нарбекова, Китайская. О пользе суставной гимнастики и может ли она нанести вред вашему здоровью, узнаем у инструктора по спорту Антона. Антон, приветствую! Привет, Айгуль! Не нужно думать, что суставная гимнастика только для пенсионеров. Разумеется, она рассчитана на людей разного возраста. Как правило, ей, конечно, занимаются люди пожилого возраста, а молодежь выбирает более активный и силовой вид. Поэтому эта ниша остается для пенсионеров. Суставная гимнастика – это, разумеется, комплекс упражнений. И, конечно же, он может нанести вред для неподготовленного и для неразмятого организма, как и любой вид спорта. Поэтому под руководством мы стараемся что-то включать, что-то исключать для людей с ограничениями. У кого болит спина, разумеется, упражнения на спину они делают меньше, чем остальных. И у кого болят колени, делают упражнения меньше на колени, чем остальные. Самым вредным во всем этом комплексе может быть растяжение, но никаких ушибов и переломов тут, конечно, быть не может. Спасибо, Антон. Будь здоров. Важно, чтобы ваша одежда была удобной и комфортной. Предпочтительно свободная или обтягивающая, не сковывающая движение и позволяющая телу дышать. В этом варианте у нас все в порядке. Футболка есть, обтягивающие штаны, которые позволяют двигаться без проблем. Ну а в данном варианте лучше от кофты избавиться, потому что полностью раскованно двигаться она вам не позволит. Спасибо вам. Удачи в спорте. А сейчас о том, где заниматься, с кем и сколько это стоит. Суставной гимнастикой, безусловно, можно заниматься дома. Польза от этого будет, но не такая, как от занятия с тренером. Средняя стоимость занятий в Тюмени 400 рублей, но можно сэкономить, покупая абонемент на месяц. А можно и вовсе заниматься бесплатно. Загляните на сайт департамента по спорту и молодежной политике. Там есть раздел «Календарь», где указаны адреса и время занятий. Подведем итог. Главная польза суставной гимнастики – это укрепление мышц и суставов. Вред возможны растяжения. Экипировка – удобная спортивная одежда. Цена занятия в среднем 400 рублей. Наши советы общие. Не забудьте проконсультироваться с врачом. Я Айгуль Рахматулина. Всем физкульт-привет. Немаловажной составляющей здоровья является нормальный эмоциональный фон. Если однократный стресс человек может пережить без особых последствий, то частые нервные расстройства сказываются на организме. Поэтому здоровый сон и регулярные выходные укрепят организм в целом и сердце в частности. Берегите себя и будьте здоровы. Пройти все шаги. Как избавиться от наркозависимости – об этом и не только будем говорить далее. Опасная синтетика. Новое поколение наркотических веществ опаснее предыдущих. Развеем мифы. Токсинам здесь не место. Избавляемся от вредных для организма веществ с помощью народных рецептов. Прихватило. Если во время сбора урожая тело не выдержало нагрузки, воспользуйтесь советами йога-инструктора. В Тюменском медицинском университете состоялся первый выпуск магистров. Дипломы получили 14 человек. Причем у некоторых из них первое образование не связано с медициной. Но за два года они изучили экономику в здравоохранении, освоили профилактическую медицину и получили знания по радиационной безопасности. К слову, Тюменский вуз единственный в стране, где обучают по этому направлению. Таким образом готовят кадры высшей квалификации. Многие уже работают, например, заместителями главных врачей по общим экономическим вопросам. Часть выпускников планирует работать в органах исполнительной власти. Реабилитация наркозависимых лиц – это комплекс медикаментозных, психологических, социальных мер, нацеленных на возвращение к здоровому активному образу жизни. О том, каким образом должен проходить этот непростой период, чтобы избавление было действительно окончательным, где готовы помочь наркозависимым и их близким, об этом поговорим через несколько минут в студии с Ольгой Яковлевой, руководителем службы семейного консультирования областного центра профилактики и реабилитации. Наркомания влечет за собой не только многочисленные социальные последствия в виде утраты дружеских и семейных отношений, проблем с правоохранительными органами, но и нарушение состояния здоровья. Болезнь приводит к глубоким изменениям в нервной системе. Нередко у таких людей развиваются серьезные психические заболевания. О последствиях употребления наш следующий сюжет. На перекрестке улиц Малыгина и Седова тюменцы сняли на видео обнаженную девушку. За неделю в соцсетях ролик набрал почти 100 тысяч просмотров. Одним это показалось смешным, другие тюменку пожалели. Но в отделении неотложной наркологической помощи не до смеха. Каждый месяц сюда поступает до 15 голых пациентов. Они могут прятаться в какие-то постройки, забираться на этажи, на высоту, могут и прыгать оттуда. Диагноз у всех один – острый наркотический психоз. И с начала года в неотложке уже откачали 90 наркоманов. Бегать голышом по городу их заставляют соли и спайсы. Поступил сегодня ночью. Этот молодой человек сейчас сладко спит. И только черные пятки выдают, как прошла его ночь. Бригаду вызвали родственники в 2 часа утра. Впереди у наркозависимого двухнедельный курс лечения. Пока на вопрос он отвечать не в состоянии. Однако среди пациентов разговорчивый нашелся. Сегодня, знаете, какой день? Сегодня день борьбы с наркоманией в России. Вот для вас вообще что-то это день значит? Чтобы эти наркоманы все поздыхали. Ненавижу наркоманов. Это Андрей из Нахаловки. Он просит называть его Васей. В свои 34 он наркоман с 20-летним стажем и тремя судимостями за особо тяжкие. Раньше колол героин. А несколько последних лет употребляет соли. Как подсел, уже не помнит. Пить вот пьешь, выхлоп этот, пахнет. А тут и не запаха, и ничего. Для здоровья полезнее? Да. И это самое глубокое заблуждение. Синтетика вызывает зависимость с первой дозы и смертельно опасна. Только с начала 17-го года в области было выявлено 30 наркопритонов. Изъято 25 килограммов смесей и столько же марихуаны. За незаконное хранение, сбыто и изготовление привлечено почти 800 лиц. Заведено 54 уголовных дела. Патриот меняет, меняется. И вы правильно уже отметили, он молодеет. К сожалению, да, наркоманы молодеют. Несколько было школьников в этом году выявлено. Но это где-то возраст 17 лет. И на 16 несовершеннолетних уже даже заведены уголовные дела. В том числе за сбыт. Некоторые из них теперь всю молодость проведут за решеткой. Реабилитация наркозависимых – это процесс постепенного возвращения человека утерянных способностей и нормального физического состояния после приема наркотиков. Почему этот процесс должен проходить без спешки и из каких составляющих складывается успех лечения, будем говорить прямо сейчас. Ольга Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Анатольевна, ну вот почему все-таки так важно обращаться именно в службу семейного консультирования? И работать получается не только с самим зависимым, но и с его окружением. Да. Служба семейного консультирования является структурным подразделением областного центра профилактики реабилитации нарко- и алкозависимых граждан. Когда в семье случается беда, когда родственники видят, что близкие начали употреблять психоактивные вещества, почему так важно обращаться именно в службу семейного консультирования? Дело в том, что зависимость любая, алкогольная, наркотическая, игровая, это семейное заболевание. И все виды зависимости возникают в семье с неконструктивными моделями поведения. То есть есть проблемы в семье, получается? Конечно, конечно. Это авторитарный стиль поведения, гиперопекающий, попустительский стиль. И именно в таких семьях возникают ситуации, когда подросток или молодой человек именно начинает употреблять психоактивные вещества. Понятно. Ольга Анатольевна, ну давайте посмотрим, что пишут по этому поводу в интернете, поскольку интернет, вы знаете, сейчас для многих такой очень авторитетный источник информации. Ну вот, например, клиники, которые предлагают лечение от наркомании, по-разному привлекают клиентов, в частности, озвучивают два противоположных мнения. Одни пишут, излечиться можно, другие нет, только контролировать. Что вы можете сказать по этому поводу, по поводу излечиться все-таки можно? Конечно. Заболевания, наркомания, алкоголизм относятся к разряду очень тяжелых заболеваний. Это наркология, психиатрия. Но, тем не менее, несмотря на эту сложность и тяжесть этих состояний, все-таки лечение возможно. И результаты нашего учреждения, нашего центра показывают это. Это длительные ремиссии, это социальные адаптации людей, которые возвращаются к нормальной здоровой жизни. Еще одно мнение. Еще одна из предполагаемых форм помощи наркозависимым – это религиозная. Это могут быть, например, православные монастыри, которые готовы помочь. Ну, наверное, вы тоже с этим сталкивались. Вообще-то реально? Конечно, личность наркозависимого очень сильно разрушается. В том числе и разрушается духовно-нравственная сторона личности зависимого человека. И поэтому религиозные центры предлагают такую помощь. Эта помощь, конечно, тоже эффективна. Но мы предлагаем более комплексную помощь на восстановление физического здоровья, на восстановление эмоционального, психологического здоровья, ну и в том числе духовно-нравственного. Ольга Анатольевна, насколько я понимаю, вообще успех лечения, он во многом начинается с правильной мотивации. Вот как вы выстраиваете эту работу? Да, это очень важный и очень сложный вопрос. Поскольку на сегодняшний день молодые люди употребляют наркотики синтетического происхождения, зависимость возникает очень быстро. Заболевания, наркомания, алкоголизм характеризуются таким состоянием, как анозагнезия, то есть отрицание проблемы, отрицание своего заболевания. И именно родственники таких людей, они приходят с запросом, с таким запросом, что близкий употребляет, но не хочет лечиться. И в данном случае наши специалисты, специалисты службы семейного консультирования начинают работу с семьей. Ольга Анатольевна, вот посмотрите, прежде чем начать работу с семьей, важно все-таки еще и понять, употребляет ли действительно твой ребенок или твой близкий наркотики. Давайте посмотрим, что отвечали тюменцы на этот вопрос, как понять, что человек употребляет наркотики. Ну, посмотреть на него и поговорить. Часто все, я так думаю, это красные глаза, как правило. У всей молодежи в самом так сейчас. Вот, а так больше не знаю. Похож на пьяного, глаза там закатываются, тормозит. Ну и все. Разговор, наверное, еще разговор тоже тормозной. По глазам можно понять сразу, по речи, по телодвижению. В принципе, можно по-разному определить. Тоже здесь видите, в зависимости от того, какой наркотик. Ну, вообще по цвету глаз, я бы сказал. Ну, порой люди, заработавшись, тоже устают, но можно понять, если он каждый день приходит с красными глазами или у него просто зрачки расширены, то, в принципе, можно забить тревогу и попытаться понять, что он употребляет. А он вот такой вот делается. Ходит, как заторможенный. Ну, это, по крайней мере, я, что знаю. Я не интересуюсь этими вещами. Что можете сказать? Все ли сказанное так очевидно и верно? Ну, действительно, я соглашусь с тюменцами. Они говорят о том, о тех изменениях, которые действительно наблюдаются. Это неадекватное поведение, поскольку синтетические наркотики вызывают именно психотический эффект. То есть эффект такой неадекватности, паранойи, галлюцинации, каких-то неадекватных поведенческих реакций. Молодой человек очень быстро худеет, теряет интерес к обучению, к трудовой деятельности. Разрушаются семьи. И близкие, они достаточно быстро видят этот процесс, процесс разрушения личности близкого человека. Ольга Анатольевна, я предлагаю сейчас посмотреть, что предлагает народная медицина в этом случае. В частности, как избавиться от токсинов, которыми наркотики как раз просто забивают организм. Самый лучший выбор для детокса – капуста. Любая. Но начнем, пожалуй, с морской. Она очень богата йодом, который стимулирует метаболизм и помогает организму избавиться от токсинов. Цветная капуста усиливает выработку глутатиона – вещества, поддерживающего печень в самой черной работе. Расщепление алкоголя, никотина и токсичных компонентов лекарств, например, парадстамола или антибиотиков. А в нашей родной квашной капустке рекордное количество витамина С. Кроме того, она помогает печени очиститься от токсинов, а почкам – вымыть их из организма. Так что винегрет вам в помощь. И вот почему. Багровая свекла содержит вещество под названием витаин. Оно не только отвечает за яркий цвет корнеплода, но и необходимо для нормальной работы печени. Еще плюс – свекла не теряет своих полезных качеств даже при варке. Репчатый лук – тоже печень и друг. Улучшение пищеварения и избавление от токсинов во всем этом луку нет равных. Кроме того, он обладает мощным антибактериальным действием. Фитонциды способны в считанные секунды уничтожить большую часть бактерий и грибков, обосновавшихся в организме. А высокое содержание серы помогает печени расщеплять алкоголь. Причем все эти продукты великолепно сочетаются вместе с квашеной капустой. Еще одно лекарство с грядки – обыкновенный чеснок. По приблизительным данным, всего в одном зубчике содержится около 400 полезных компонентов. Один из них – алицин, ускоряет очищение организма и снижает уровень вредного холестерина. А пряная куркума почти в два раза усиливает секрецию желчи, ускоряя вымывание из организма токсинов алкоголя и табака. Горчица – тоже в числе лучших природных усилителей метаболизма. Одна чайная ложка горчиц на 25% разгоняет обмен веществ, и этот эффект сохраняется до 5 часов. О том, как избавиться от наркозависимости и почему особенно важен период реабилитации, мы продолжим говорить через несколько минут. Оставайтесь с нами. При диагнозе наркотической зависимости реабилитация – обязательная часть выздоровления. К этому периоду необходимо отнестись серьезно и ответственно. В противном случае рецидивы заболевания практически неизбежны, и придется начинать все сначала. А мы продолжаем. Ольга Анатольевна, ну вот сделать первый шаг – это, наверное, бывает самое сложное. Где раздобыть информацию, где найти поддержку, может быть, получить какую-то консультацию даже. Работает ли, например, у вас сайт, можно ли там проконсультироваться? Если телефон рабочий, может быть, с горячей линии? Конечно. Конечно, у нашей организации есть сайт «Наркостоп-72». Есть телефон горячей линии 673-673. Это телефон службы семейного консультирования. Наша служба находится по адресу город Тюмень, улица Комсомольская, 6. На все интересующие вопросы по этому номеру телефона дадут ответы высоко квалифицированные специалисты. Они объяснят, замотивируют, снизят уровень тревоги и страхи, поскольку действительно родственникам и зависимым людям очень сложно сделать этот первый шаг. Ольга Анатольевна, вот какие существуют мнения по поводу именно наркотической зависимости и избавления от нее? Например, что человек может контролировать наркозависимость сам, а бросить, когда захочет, может в любой момент. Что вы скажете? Конечно же, это миф, поскольку когда молодой человек начинает употреблять психоактивные вещества, тем более синтетического происхождения, нужна помощь специалистов самостоятельно, а справиться с этим невозможно. Это главное, что, наверное, нам хотелось сегодня сказать. Так называемые легкие наркотики, еще одно мнение, хочу озвучить, не вызывают зависимости. У специалистов нашего центра и специалистов, занимающихся вопросами наркотической и алкогольной зависимости, нет понятия легких наркотиков. Есть психоактивные вещества, они разрушительны, пагубно влияют на организм молодого человека, последствия очень серьезные, поэтому легких наркотиков не бывает. Легких наркотиков не бывает. Ну и, наконец, наркомания не лечится. Наркомания не лечится. Да, действительно, процесс очень серьезный, процесс очень сложный реабилитации и возвращения к жизни полноценной человека зависимого. Но, тем не менее, новейшие технологии, служба семейного консультирования, которая работает на другом уровне, работает с семьей, позволяет добиться стойкой длительной ремиссии. Ольга Анатольевна, вот как вам попасть все-таки? Я имею в виду, нужны ли какие-то документы? Платный это прием? Бесплатный это прием? С какого возраста? И возможно ли анонимное лечение? Конечно. По всем вопросам вы можете обратиться по названному телефону 673-673. Реабилитация после того, как мы зависимого человека мотивируем, чтобы у него стойкая мотивация была на лечение, чтобы ему захотелось пройти курс лечения, Мы направляем в реабилитационный центр, который находится уже за городом. Это 23-й километр Солырского тракта. Наличие документов. Это паспорт с регистрацией, страховой медицинский полис и пенсионное удостоверение с НИЛС. Это три необходимые документы. Это для бесплатного прохождения? Лица, которые имеют постоянную регистрацию на территории Тюменской области, не включая округа, могут пройти реабилитацию бесплатно за счет средств областного бюджета. Что касается анонимности, да, нет? Поскольку такие лица получают помощь как хронические больные, они встают на учет в наркодиспансер. Понятно, понятно. Еще раз, Ольга Анатольевна, давайте повторим телефон. 673-673, пожалуйста. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что пришли. Хочется пожелать здоровья и вам, и вашим пациентам, и, конечно, избавления от всех вот этих вот неприятных заболеваний все-таки, а не вредной привычки. Спасибо. Спасибо. Итак, успешная реабилитация для наркомана не вымысел. Благодаря применению современных методик и профессионального подхода, каждый год к нормальной жизни, где нет места употреблению, возвращаются тысячи людей, которые считали, что их жизни утеряны безвозвратно. Чем меньше стаж употребления, тем большим является желание пациента излечиться, тем выше у него шансы на успех. Реабилитация – это тяжелая работа, которая, тем не менее, приносит самую большую награду – возможность жить и наслаждаться каждым мгновением, не употребляя психотропные вещества. Не имеет значения, сколько попыток распрощаться с пагубным пристрастием было до этого. Каждый день, прожитый без наркотиков, уже победа. А для того, чтобы поддержка была всесторонней, родственникам больного рекомендуется посещать группы со-зависимых, а также индивидуальные консультации с психологом. В областной больнице Галышманово прием ведет врач-офтальмолог Алена Горбунова. После окончания учебы и работы в одной из поликлиник Тюмени, она решила вернуться туда, где выросла. Закончила школу, где еще с самого детства знала, что станет доктором. С молодым специалистом пообщались мои коллеги. Еще будучи школьницей, Алена Горбунова мечтала стать врачом. Усердно занималась на уроках химии и биологии. Это позволило девушке поступить на бюджетное место в Тюменскую медицинскую академию. Окончила ее в 2010-м. Затем было два года ординатуры по направлению офтальмология. Год я отработала в Тюмени в 14-й поликлинике. И затем ушла в декретный отпуск. После декретного отпуска у меня встал выбор, куда выходить. Либо в Тюмени, либо, раз здесь не было специалиста, но, как говорится, где родился, там и пригодился. На новом месте работы Алена Горбунова освоилась быстро. Коллектив доброжелательный, да и руководство больницы помогло специалисту решить вопрос со служебным жильем. Условия работы тоже радуют доктора. По оснащению диагностическим оборудованием наша больница ничем не уступает городским клиникам. У нас очень хорошее оснащение. У нас есть абсолютно все то же самое, что есть в поликлиниках города Тюмени. То есть нисколько не хуже, ничем мы не отличаемся. Те же аппараты, щелевая лампа. Скоро придет новый электрический автомоскоп, плюс автореф у нас есть. Сегодня врач ведет прием не только в Галышманово. Пока Ромашевский доктор находится в очередном отпуске, еженедельно выезжает к пациентам соседнего района. Алена Горбунова стала участницей программы «Земский доктор». Полученный миллион с супругом решили потратить на строительство нового дома, чтобы долго жить и работать в родном Галышманово. Ирина Кузнецова, Влад Уделов, Дмитрий Чурбаков. Тюменское время. Мы часто говорим, времени нет. А так ли это на самом деле? Может быть, просто нет желания? Находите время для себя и учитесь получать от этого удовольствие. Так, сегодня в нашей рубрике советы дачникам, как уберечь свой организм от чрезмерной физической нагрузки в горячую пору сбора урожая. Если во время работы на даче вы чувствуете боль в спине и буквально не можете разогнуться, попробуйте эти упражнения. Исходное положение стопы на ширине метр двадцать. Мы разворачиваем стопы диагонально, загибаем ноги в коленях, упираемся в бедра. Почувствуйте вытяжение в спине. Сделайте вдох и с выдохом поверните грудную клетку вправо. Вытяните левый бок, посмотрите назад через правое плечо. Сделайте вдох и повторите упражнение на противоположную сторону. Выдох. Выполняйте в темпе дыхание. На вдохе исходное положение, на выдохе скручивание. Вдох и выдох. Это упражнение называется восьмерка. Вернитесь в исходное положение, восстановите дыхание. Увидите пятки чуть шире носков. Опустите руки в пол. Потянитесь. Раскройте грудную клетку, втяните колени. Если вам сложно дотянуться руками до земли, перенесите руки на бедра. Почувствуйте, как вытягивается вся задняя поверхность вашего тела. Согните ноги в коленях. И приподнимитесь позвонок за позвонком. Расправьте плечи. Поставьте ноги чуть ближе друг к другу. И выполните следующее упражнение. Со вдохом раскройте грудную клетку. Потяните руки в стороны. И с выдохом вернитесь в наклон. Вы можете расположить руки на бедрах или положить их на землю. Повторите в динамике. Вдох. Выдох. Вдох. Раскройте всем телом. Удлините позвоночник. Выдох. Повторите еще пять раз. Поставьте ноги на ширину таза. Правая рука на пояснице. Левая рука направляется в продолжение линии туловища. Вытяните левый бок. Толкните бедра влево. И потянитесь. Посмотрите вверх. Почувствуйте, как вытягивается внешняя поверхность талии с левой стороны. Вдох. Исходное положение. На выдохе повторите на противоположную сторону. Вернитесь в исходное положение. Расправьте плечи. Снимите напряжение с шеи. Восстановите дыхание. Пусть сезон сбора урожая пройдет с пользой для вашего здоровья. Берегите свое здоровье и здоровье окружающих вас людей. Напоминает рубрика «Медицинский гороскоп». Представляем вам прогноз на неделю. Овен. Постоянные психологические проблемы напрямую влияют на весь ваш организм. Научитесь расслабляться. Телец. Вам необходимо как можно больше гулять. У ваших ног возникло острое желание размяться и поработать. Близнецы. Ничего дурного в том, чтобы почитать медицинскую литературу, конечно, нет. Но не будьте слишком впечатлительны. Рак. Сделайте все возможное для того, чтобы ваши мышцы максимально окрепли и были готовы к непростым нагрузкам. Лев. Вам стоит позаботиться о желудке. Ему бывает непросто справиться с объемами съедаемой пищи. Дева. При нанесении крема не забывайте о том, что с массажем он гораздо активнее оказывает положительное действие. Весы. Чтобы избежать мешков под глазами, постарайтесь не пить ничего перед сном и ограничить употребление. Соли. Скорпион. Легкий настрой на работу поможет вам избежать многих проблем со здоровьем. Стрелец. Для хорошего самочувствия вам необходим свежий воздух. Попробуйте организовать выезд на природу. Козирог. Вы не железный человек. А значит, не стоит себя перегружать излишними заботами. Водолей. Не тяните сначала спортивных занятий или новой сбалансированной диеты. Рыбы. Сейчас вам не стоит откладывать визит к врачу. Действовать лучше как можно быстрее. Время для заботы о здоровье должно быть всегда. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Пишите вопросы и пожелания. Предлагайте темы для беседы. Выпуски наших программ доступны на официальном сайте телеканала «Тюменское время» и страницы на Ютуб. До встречи. С вами была Елена Бондаренко. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин